Всем привет! Я вам обещала делать спортивный апдейт и сейчас как раз иду гулять с Эмиком и решила, что хорошая возможность записать это видео. И после того, как я сняла видео про спорт, я поняла, что точно какой-то злой урок над моими занятиями спортом нависает, потому что как только я хоть кому-то скажу, что я начинаю заниматься спортом, обязательно случится какая-то фигня. И вот этот раз это абсолютно никакое не исключение, потому что я сняла это видео, по-моему, в пятницу, и первая моя тренировка должна была быть в воскресенье. Впервые после этого в спортзал я пошла только сегодня, сегодня четверг. И это все не просто так, это не то, что я там Филоню пропускаю и лень мне было. Дело в том, что я сняла видео в четверг. Сейчас я пущу Сэмика. Сэми, стой! Короче говоря, видео я сняла то в четверг или в пятницу, я уже точно не помню. И в воскресенье должна была быть моя первая тренировка, которую я успешно пропустила, потому что за день до того у меня начались какие-то просто адские боли в области сердца. Я уже перепугалась, что все уже, в общем-то, сердце посадило или там что-то случилось с сердцем. И болело это дело у меня все, все выходные. То есть, да, это было в пятницу, то есть пятницу, субботу и воскресенье. У меня очень сильно болело вот здесь в груди области сердца. Сэми, иди сюда, туда не ходи. Вот. И я уже решила, что если к понедельнику не пройдет, надо точно идти к врачу, делать какие-то кардиограммы или что-то. Расстроилась жутко, потому что видео уже вышло. Я думаю, ну вот как всегда, вот просто не могу я нормально заниматься, обязательно должно что-то случиться. Пока были выходные, тоже пыталась там пить какие-то валерьянки, валидолы, ничего мне не помогало. И в понедельник уже не выдержала, пошла к врачу, сделали мне кардиограмму, сказали, что сердцем у меня тут все нормально, и что эти боли вызваны у меня защемлением каких-то нервов. У меня уже такая, в принципе, история похожая была, но не настолько сильно, скажем так, у меня болело все это дело. То есть, да, боль была, скорее даже такая боль, граничащая просто с дискомфортом. А это именно конкретная боль, и вот прямо от сердечной практически неотличимая. Вот. И, собственно, помазалась я там всякими мазьками, и все сразу прошло, чему я, конечно, несказанно рада. В воскресенье я, естественно, ничем не занималась, потому что мне было плохо. Потом вторая тренировка у меня должна была быть во вторник. Во вторник я уже себя, в принципе, неплохо чувствовала, но я решила, что в тренажерку я точно не пойду. И я пошла просто пешком, решила прогуляться. И пешком я так немало находила, я больше трех километров находила. Вот. И, в принципе, тоже такая я посчитала, неплохая была разминка. И сегодня я первый раз была в тренажерке, ура! Ну и, в общем-то, прошло все нормально сегодня, никаких симптомов у меня там нет, каких-то болючих, в общем-то, чему я опять-таки очень рада. Поэтому сейчас я решила тоже, независимо от того, что я сегодня была в тренажерке, мне сейчас надо на новую почту еще сходить, отправить заказ клиентке. И я решила, что пойду опять-таки пешком, самиком прогуляюсь, очередные там пару километров намотаю. За то время, пока я халявничала, скажем так, наверстая упущенная. И вот, если посмотрим на это приложение, которым я рассказывала в предыдущем видео, то вот, сегодня показывают, что я пробежала 3,93 километра на беговой дорожке. Единственное, здесь нельзя выбрать, по-моему... Извините, ветер дует. Тут, по-моему, нельзя в этой программе выбрать... Да что ж такое? Тут, по-моему, в этой программе нельзя выбрать, что ты бегаешь на беговой дорожке. Оно всегда показывает, что ты как будто бегаешь по улице. Но, тем не менее, у меня 3,93 километра, 35 минут я занималась. 5 минут была разминка по программе, 30 минут в спокойном, ровном темпе. Темп у меня был километр за 9 минут в среднем и 222 калории. Оно мне показало, посчитало. На этом самом тренажере, на беговой дорожке показывало больше. Не знаю, в общем-то, кому верить. Вот. Что еще хотела вам показать? И вот, собственно, то, что я говорила тогда про ходьбу. Тут показывает 2,79, что я прошла. Но на самом деле я прошла больше. У меня разрядился телефон. Она где-то, ну, почти полдороги. Чуть больше, чем полдороги я прошла. И он у меня разрядился, поэтому все не записала. Тут написано максимальное время 27,05. Но я так добрых минут 40 ходила, в общем-то. И сейчас вот я хочу тоже поставить бег. Нет, у меня будет не бег, у меня будет ходьба. Так. И чего? Начать ходьба. Да. Так. Опа. Активность начата. Активность начата. И все, вот мы сейчас вот пойдем вместе. Ой, чуть не упала с вот этой штуки. И, в общем-то, мы сейчас с Эмиком пойдем по всяким нашим делам, на почты и так далее и тому подобное. И посмотрим, сколько мы находим. Только что вышла с новой почты. Оказывается, меня еще ждала посылочка очень приятная. Там находятся внутри 4 чехла. Два на телефона, два на айпады. В общем-то, приду, вам обязательно покажу. Долго очень их выбирала. И сейчас вот очень даже интересно, что там. Не хочу, правда, распаковывать, потому что я веду Семика. И они у меня сейчас все повываливаются, если я буду сейчас их распаковывать. Один километр я уже прошла, 18 минут. Темп у меня, конечно, будет небольшой здесь, потому что Семик любит вот... Сейчас я вам покажу. Возле каждого просто кустика останавливаться, что нюхать, свои дела какие-то делать. Так вот, о чем еще хотела вам сказать. Диеты, в принципе, я вообще никакой не придерживаюсь. Ем все подряд, когда хочу и в каком хочу количестве. Единственное, я стараюсь больше акценты сместить на первую половину дня. Я сейчас придумала новый завтрак для себя. Я в ссылку, вернее, не ссылку, фотку вставлю вам, покажу, как он выглядит у меня сейчас. По калориям там получается порядка 350 калорий я посчитала. Очень классный я им придаюсь. Там такой бутербродик. Тостовый хлеб я смазываю каким-то плавленым сырком. Дальше обжариваю кусочек колбаски тоже кладу. Потом какие-то овощи, там зеленушку какую-то, перетертый авокадо, что еще сверху. А, и зажареное яйцо одно. И очень классно я им наедаюсь. Вообще такой плотный и хороший завтрак. И на протяжении дня не так сильно хочется чего-то нажраться. Вот так вот очень спонтанно. Поэтому этим пока я довольна. Хорошо оно мне идет. И вот, собственно, сейчас мы уже со всеми нашими делами справились. Направляемся опять домой. Посмотрим, сколько же все-таки я нахожу пешком. Какая удача. Мы встретили нашу самую лучшую подругу Геру. Ну, задержимся еще тут, наверное, где-то на полчасика. Не меньше. Потому что их просто не разлучить, когда они друг друга видят. Правда? И вот еще там вторая его подруга. Она еще пока маленькая. Когда вырастет, это будет просто огромная собачка. Ну, в принципе, и все. На этом буду останавливать. Активность остановлена. Ну, в общем-то, закончилось мое небольшое путешествие на почту. Сэмик сейчас тут у меня клянчит, чтобы я ему что-то дала. Ну, да, в общем-то, не так много я прошла. Но, тем не менее, 2,6 километра. Неплохо. 135 калорий. 33 минуты. Ну, я была немножко дольше. Я отключала, когда с ним гуляла. Я просто стояла на месте, поэтому на время его отключала. Ну, в общем-то, да. Вот такая вот тренировочка у меня получилась. Пока что, в принципе, я очень довольна тем, как идут мои тренировки. Вот уже 6,5 километра за апрель. То есть, сегодня у нас 2 апреля. 6,5 километров у меня за 2 дня. Ну, неплохо вполне, мне кажется, как для начала. Особенно после того, как у меня от этого боли эти начались. В общем-то, я думаю, можно в таком темпе и продолжать дальше. И вот я уже переодела все свои девайсы. И хочу сейчас подробнее рассказать об этих чехлах. Все чехлы, кстати, пришли мне с сайта Enderphone. Вот, сейчас, по-моему, видно название. Если будет интересно вам, то я оставлю ссылку внизу. Сможете посмотреть. Первый чехол взяла вот такой вот смешной с мордочкой Гомера. И он у меня на iPad 2 Retina. Сидит чехол идеально. Нигде не болтается. Вообще ничего как бы не спадает. Идеально просто сидит. Мне очень нравится вообще сам дизайн. Прикольный очень. Выглядит классно. Вот это iPad 3. Обычного размера. Здесь я заказала уже такую более нежную обложку. Это, кстати, глянцевая. И это тоже глянцевая обложка. Тоже мне очень нравится дизайн. Кстати, фишка этого магазина в том, что вы, в принципе, можете выбрать среди тех дизайнов, которые есть на сайте. А там их огромное количество. И также вы можете им прислать любую фотографию. Своего котенка, ребенка, собачки. Ну, в общем-то, абсолютно любое, что хотите. Они могут напечатать на таких вот крышечках для девайсов. В общем-то, очень прикольная тема. Но я решила не сильно там как-то заморачиваться. И выбрала уже из того, что есть. Вот. Вот такой вот очень нежный дизайн. Мне кажется, он отлично вот с белым iPad смотрится. Дальше вот это iPhone 4s. Здесь вот такой вот чехол я выбрала. И, честно вам признаюсь, из всех он мне нравится больше всего, потому что он матовый. Я, честно говоря, когда заказывала, я еще меня спрашивали, хочу я матовую крышку вот такую для iPad или глянцевую. И что-то мне показалось, что вот глянцевая мне понравится больше, потому что зачастую матовые чехлы, ну, как-то не сильно мне нравились. Здесь он офигенный просто. Издалека кажется, что вообще этот чехол как будто тряпочный. Очень прикольно сделан. Вообще вот мне кажется, что я зря заказала глянцевые, потому что матовые очень-очень клевые. Вообще прикольные. Вот такой вот еще чехольчик. И последний это вот такой, это iPhone 5s. И здесь гибридный чехол. И в чем его гибридность заключается, это в том, что он состоит как из пластика вот этой части, так и из такой прорезиненного такого материала. И этот чехол намного лучше защищает телефон, потому что вот эта вот часть резиновая, то, что вы видите, черная. А здесь сама крышка задняя, она сделана из пластика. И, кстати, я изначально об этом не знала, но в чем фишка вообще вот этого углубления? Если телефон засунуть просто вот так вот, как он есть, то крышка будет немножко так прогибаться. Я сначала подумала, что это какая-то, в общем-то, недочет какой-то этого чехла, но мне рассказали интересную фишку. Если у вас есть банковская карточка, вот, например, как у меня, с функцией PayPass. Ну, можно без этой функции, но вообще удобно именно с этой. PayPass это функция, когда вам не нужно проводить по терминалу карточкой вот так вот, или там засовывать чип карточки. Вы можете просто ее прикладывать к терминалу, и она считывается. И, в общем-то, если у вас есть такого рода карточка, вы можете ее сюда вставить в этот слот. Вот, она сюда вообще идеально подходит. Потом вы вставляете телефон, и все. И, как бы, оно очень крепко сидит, ничего не прогибается. И это офигенно удобно для тех, кто просто хочет взять с собой телефон и пойти там, например, на шоппинг. Когда вам нужно расплатиться, вы вот так вот просто прикладываете телефон к терминалу. Даже не нужно доставать. Если вдруг там надо достать, то можно вот чисто эту крышечку поддеть. И вот тут будет ваша карточка. Извините, я закрываю цифры, но, тем не менее, я ее показываю на весь интернет. Не хочется, чтобы кто-то ей воспользовался. Вот. Потом закрываете назад крышечку. Но, если, опять-таки, по ИПС есть, то даже этого делать не нужно. Класс! Офигенная штука! Если бы я не знала, что так можно, то мне бы этот чехол понравился намного меньше. Ладно, все. В общем-то, кому интересно, ссылки внизу. Этим холодным пятничным вечером мы решили порадовать себя китайской кухней. Вот оно, вот это заведение. Мы там еще ни разу не были. Сейчас посмотрим. Как он называется? Харбин? Харбин. Китайский ресторанчик. Итак, мы уже изучили меню и на заказывали довольно много. Значит, сначала я заказала току, обжаренный в остром соусе. Это мы с Никитой будем делить на двоих. Дальше тоже я еще заказала, если я сейчас это найду. Вот, тут очень-очень много всего. И, 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 так. Вот, Никите порекомендовали мясо вишня в сладко-красном соусе. Сказали, очень такое нежное и приятное на вкус. Я же себе заказала, мне тоже очень хотелось, китайские манты. Я их обожаю просто, но в этот раз решила не брать, решила ограничиться чем-то более таким незнакомым для меня. Я взяла себе, где же это, где же? Вот, себе я взяла куриное филе по гунбао с овощами и арахисом острое. Выглядит оно здесь на картинке очень круто, хочется его попробовать. И в качестве гарнира мы взяли китайскую лапшу со свининой и овощами. Я, в общем, китайскую лапшу просто обожаю. Я ее готова есть в любом виде, особенно, когда она вот такая вот со светлым соусом, а не с темным. Но я взяла с темным для того, чтобы, ну, разнообразие какое-то почувствовать. Смотрите, какая прикольная штука. Это кофеварку люди заказали. Она будет варить кофе. Я тут еще никогда не видела. Сейчас понаблюдаем за процессом. Это, конечно, не очень красиво следить за людьми и другими, но... Я убрал пельчок. Ну, ну и так видно. Не факт. Так, посмотрим за процессом. Ну, пока ничего не происходит. Попозже проверим. Вот. Это, оказывается, заваривают чай, но вообще прикольная такая штука. Не знаю, видно, не видно, все это фоткают. Очень красиво. Необычно. Ни разу не видела, чтобы такое делали где-то. Ребята, как вы думаете, мы не погорячились вообще с нашим заказом на двоих? Да. Посмотрите, сколько еб... Я не знаю, как это сейчас все в себя затолкать. Чувствую, влоги у меня будут не про похудение, а про потолстение. Да, здесь данное оружие из холодильника. Да, если не управимся, то заберем это все с собой. Мы уже вышли из этого ресторанчика. В принципе, было неплохо. Мне еда понравилась. Единственное, там была очень громкая музыка. Я как-то не фанат такого живой музыки под синтезатор. Поэтому вот это единственное, что не очень понравилось. Тебе как еда была? Еда была хорошая. Да, неплохо. Хотите посмеяться? Я вот всегда хотела это показать. Вам это, наверное, сейчас будет не совсем видно. Здесь вот большой торговый центр. И у нас было такое помпезное открытие. Магазина косметики новая. Там косметика, бытовая химия. Ну, всякая такая вот чепуха. И, в общем-то, это называется... Я не знаю, насколько вам будет видно. Блеск и ведро. Скажите мне, пожалуйста, кто называет косметический магазин блеск и ведро? Ну, реально, ну, о чем думают эти люди? Никто нас не встречает? Никто нас не встречает? Никто нас не встречает? А кто хвостом лупит так сильно? И не встречает никто. Никто нас не встречает. Никому мы не нужны. Семи. Семи. Пошли, иди здороваться. Иди здороваться, Семик. Вот он, вот он, вот он. Пришел. Пришел, Семи. Как ты тут не скучал? А он уже все ящики пооткрывал. Уже нашел себе занятие. Семик нашел, чем себя занять, пока нас не было дома. Правда, Семик? Правда? Кто это делал? Кто это делал? Кто это делал? Рассказывай. Рассказывай, кто это делал. Куда ты пошел? Ага, хитрюший. Как вы понимаете, мы уже приехали домой. Кстати, вопрос тебе на засыпку. Помнишь, что ты меня посадил на китайскую еду? Нет. Ну, давай, вспоминай, хорошо. Где я первый раз попробовала китайскую еду? В Лондоне, что ли? Да. А, да, я тебя тогда, по-моему, не сводил. Да, так что мы тогда еще были совсем юными, в общем-то, и немного такие стесненные в средствах, и в Лондоне, прямо в центре, возле... Где оно там было? Я уже даже не помню, какие это были улицы. Возле Вестминстерского аббатства, в общем-то, недалеко. Там было заведение, там, где платишь за вход просто, тебе дают тарелку, и ты можешь есть сколько хочешь. Это такое китайское заведение. Там я первый раз попробовала китайскую еду. Это было, помню, в 2007 году, да? В 2007 году, очень давно уже это было. В общем-то, первый раз попробовала. С тех пор очень мне понравилось, влюбилась в эту кухню. И периодически стараемся мы какие-то новые заведения посещать китайские, пробовать еду. В общем-то, на этом, наверное, буду заканчивать сегодняшний влог. Сэмик тут уже требует к себе внимания. Говорит, вы так долго ходили, а я тут скучал, скучал, сам один был. Ну, да, в общем-то, заканчиваем мы на этом влог. И увидимся с вами в следующих видео. Пока!